привет всем пока мы тут едем в машине в пансионат я занялась клубками кул вул кашемир вот вяжу две нити такое получается полотно очень прочное вообще непродуваемое непроницаемое не могу даже разомкнуть столько уже связала не знаю сколько идут сантиметров 7 вот такой мне мешочек для дороги шелковистый внутри чтобы не цеплялась клубочки пряжи и я вынимаю ниточки из серединки и тогда они совершенно не мотаются мне очень удобно но я надеюсь за эту поездку свяжу эту шапочку за выходные и возьму за другую такие процессы так я не связала свою шапку которую хотела думала даже всю свяжу но отдых больше меня заблёк пансионате мы отдыхали в общем не до вязания честно говорю только спали ели гуляли хочу показать вам шапку которые связала уже готова отправлять сегодня завтра для своей уже постоянной клиентки мы остановились на вот такой шапке бенни с отворотом она связана лицевой гладью удлиненная сейчас я померю ее общую высоту высота шапки до убавок 25 сантиметров ширина после проведения в то 22 сантиметра общая высота так положу вместе с куполом 30 сантиметров 30 с половиной макушку я убавляла вот таким способом поделила на четыре сектора и выделила клинья тремя лицевыми петлями я так сделала потому что мы ну подбирали определенную модель и сейчас в тренде в этом сезоне я вижу в магазинах часто вот эти вот клинья выделены достаточно явно получилось очень гладко кстати очень ровно сушила я вот в таком положении вот так то есть я выравнивала вот эту часть немножко как бы приминала чуть-чуть когда сушила шапку и она мне получилось видите даже на сама закругляется она очень плавная выглядит на голове такой купол в профиль видно пряжа это лана гросса кулу вул кашемир в ней 90 90 процентов мериноса и 10 процентов кашемира она несколько нежнее и чуть шелковистее чем обычный меринос по длине пряжи это у клубки 50 грамм на 160 метров я вязала в две нити спицами номер 3 рекомендовывает рекомендованная толщина в этой пряжи 34 миллиметра для спиц и я вязала в две нити и на самых тонких да на тройке получилось очень плотно и полотно я очень довольна точно тогда плотненько упругая получилось не нет какой-то знаете она не жидкая не тонкая как чулок сейчас принципе в тренде шапки среднего объема не очень толстый не очень тонкие как чулки именно вот такие шапки среднего объема они не портят но не выглядят совсем как чулок на черепе они не портят овал лица ну вот такая шапка ушло два с половиной матка два матка еще немного довязываю серую шапку эта шапка из лана гроза кашемир наверно прошло дня два с последней съемки я увижу тут его параллельно посмотрю жен олигархов уж не знаю стыдиться мне это или нет но так проходит мой процесс вязания и так у нас сегодня вечер воскресенье и вот у меня уже шапочка связано мы ее уже померили эта шапочка для мужа напоминаю это лана гроза колбу кашемир в общем я вязала в 2 нити на спицах номер три взяла леску 40 чтобы удобнее бежали петельки потому что мне как-то неудобно 10 лески у меня есть на леске 50 получается мне необходимо постоянно передвигать петли по спицам совсем неудобно а на сороковке прям замечательно я искал их в магазине ну здесь в ближайшем в районе не было а потом случайно зашла и там оказались я я решила купить короче говоря себе эти спицы достаточно для меня ходовые номер три для шапочек на леске 40 в общем я на них и вязала только мне получился хвостик от наборного ряда не совсем рассчитала не стала перевязывать и я еще не постирала как видите тут у меня для отметки маркеры собрала конечные петельки на два маркера сейчас отрежу и заправлю ну получается что я и закрывала как той самой как той самой заказной шапочки как и рассказывала на 4 клина и вот такие две центральные петли мне очень понравился этот метод более плавные какой-то немножко не знаю чуть-чуть изменения какие-то в модели или уже кажется что-то какая-то новиночка не новиночка что-то более приятное интересное у меня в матке в одном из матков была связана пряжа ну так как я вязала не дома в дороге не стала я там сваливать нить думаю ладно шапка для себя в общем честно говоря пренебрегла этим это будет на отвороте или я это заправлю внутрь посмотрим потому что шапка будет носиться и с отворотом и без отворота скорее надо будет спрятать наизнанку ладно от двух мотков у меня осталось вот столько пряжи я бы конечно могла еще связать там например распустить макушку и связать еще несколько рядов но мне бы эта погода не сделала для особо высоты шапки мы решили что такая ставим сейчас постираю сегодня на там высохнет за вечерок и с утра я уже буду ее мерить размер но вот до вот его сейчас я померю что получилось вот от маркера сейчас я скажу до сужения 23 сантиметра вот и сама макушка сужается 6 половиной сантиметров вот 23 6 половиной 29 с половиной но здесь практически нет ни отворота то есть мы когда-то варь нем эту шапку она будет очень плотно по голове сидеть ну мужчина доволен ты хорошо а без отворота нас таким с легким напуском не с легким таким достаточно нормальным напуском мне очень понравилось и получается я эту шапку вязала вот сегодня воскресенье воскресенье суббота пятница где-то там четверг вечером начала но я так вязала урывками в основном плотно вязала это уже там где-то в пути мы были и по дороге обратно его дома сегодня вечером довязала вот такая шапка получилось ну мне нравится что она очень плотная я вот себе же планирую тоже такую шапкой на меня тоже будет верхняя часть в две нити ну прям будет супер плотная шапка но я-то вижу на такую зиму по суровей хотят тоже на суровую зиму но я короче говоря мерзну холодных тонких шапках поэтому пусть на мне будет и с двойной ниткой и с подкладочной стороной так что нормально я бы только себе чуть-чуть свободнее вязала потому что не еще будет внутренняя шапка надо как-то мне порасслабли может быть даже возьму не спицы 3 может там три с половиной посмотрим я еще подумаю ну вот шапочку закончила можно сказать так я постирала шапку решил показать вам как я сушу шапки здесь у меня снизу такая мягкая пенка это может быть какой-то фитнес коврик сверху кладу полотенце и вот у меня шапка сейчас покажу я швы ну не швы а сектора сектора здесь на темной не так хорошо видно вот они пересекаются я сейчас буду сушить не по сектора а по полотну то есть вот так я сложу сектора вот он один вот он второй вот здесь у меня середина сектора как бы середина клинышка я вот так раскладываю все попадает обязательно формирую макушку и вот эти места где сектор начинается вот эти клинья как бы полосы швы вот эти центральные петли между секторами я их вот так приминаю эти места чтобы они выровнялись при сушке то что боковые стороны приподнимается это естественный подъем полотна потому что мы его сформировали круглым потому что если мы расплющим здесь то видите полотно здесь растягивается и она ну в общем будет просто растянуты мы уже сформировали полукруглую макушку и полотной уже естественным образом выгибается поэтому приминаем там где у нас конец сектора чтобы полотно было ровным формируем макушечку вот так у меня шапка будет подсыхать здесь можно еще приколоть иголочками я в этот раз не буду шапку мне когда подсохнет я переверну на другую сторону она немножко полежит а потом еще выверну вот так пополам чтобы не было вот этих вот швов и так четыре раза я переверну и она мне очень ровно вся подсохнет ну я думаю за сутки она у меня засу подсохнет я еще и поставлю под батарею можно так делать ну я так делаю и она высохнет еще быстрее кончики нити которые торчат я отрежу уже когда шапка окончательно высохнет мужская шапка связана постирано вот такая получилась сейчас покажу поближе полотно мне очень понравилось вязать плотные полотна результат мне очень понравился совершенно не продувается непроницаемо сейчас я померю после стирки до стирки мы же мерили сейчас узнаем как полотно себя повело также 23 23 с половиной правда может быть мне там была погрешность шесть половина но в общем никуда полотно не делась вот так еще померяю целиком 29 сантиметров сумме получается предпочитаю считать все таки не рядами а сантиметрами потому что плотность все же бывает разная значит вот эта шапка которая длина 29 сантиметров ее можно носить без отворота она опускается в несколько складок на затылке достаточно удлиненная но в меру вот например на этот размер а давайте еще ширину померю значит на обхват головы 57 я ее связала шириной вот 22 но мужчина любит чтобы головной убор сидел достаточно плотно на данное случае так и предполагалось так и надо было плотность поэтому это нужно рассчитывать из желанием обладателя шапки сантиметра померила значит у меня здесь был узелок помните соединение ниточек я его убрала на изнанку сейчас покажу как он нас изнанки смотрится вот он после стирки он подвалялся после сушки сплющился и перестал быть заметен из лица его тоже не видно значит мы ее носим в расправленном виде без складок ну просто с напуском я сказала и с отворотом вот так и шапка получается ровно по голове ну вот прям облегает макушку да где то вот такой отворот здесь отворот семь с половиной даже поменьше у нас отворот поменьше когда вот так примерно я просто визуально помню что не такой большой секунду ну шесть с половиной шесть половина семь сантиметров отворот себе тоже буду вязать из кул вул но у меня будет немножко другая модель немножко я люблю общей шапки вот видите гладью ну вот такая еще покажу процесса один из моих процессов это шарф из лана гросса флаффи вот такой получается полотно английской резинкой вы помните до что палата пряжа имеет такие узелочки и когда вяжешь они порой вот так встречаются очень часто в одном в одном месте в одном участке после узелков поэтому эти виду может быть такой эффект я пробовала эту резинку английскую на спицах пять с половиной шесть и семь рекомендованной рекомендованные спицы от производителя под пять с половиной шесть на семерке слишком рыхло получается я остановилась на шестерке вот мой образец здесь по моему даже внизу чуть плотнее я делала уже не вспомнил на четыре с половиной здесь по моему или даже четверка вот здесь мне показалось слишком плотно но не стоит чтобы не было ну таким вот как войлочным таким полотном что пары хлеб было ну вот такой образец я образец связалась за того и того же клубка из которого вижу шарф нитку я взяла как бы с внешней стороны а само уже полотно вижу беру нитку из центра вот так утягиваю тут немножко в общем я распускала опять набирала вязал на других спицах в итоге могу сказать что полотно конечно трудно распускается но без стирки да естественно у меня было трудно распускается но приемлемо вполне несмотря на то что такое мохнатое я набрала 31 петлю для английской резинки в принципе народа любой резинки лучше и лучше рекомендуется братья я бы рекомендовала братья нечетное количество петель потому что у вас получается тогда симметричные края есть кромочная лицевая и так далее здесь тоже кромочная лицевая дальше полотно с другой стороны получается кромочная изнаночная кромочная изнаночная это с нечетным количеством петель здесь метрить одна петля ширина вот в таком вот подсобранном состоянии 26 английская резинка она, как вы помните, такая достаточно пластичная эластичная, у нее подтянется в стороны набирала я обычным способом первый ряд лицо изнанка, а дальше просто английская резинка, то есть, ну, ничего не придумывала просто хотела такой шар полотно, ну, мне очень радует результат, честно скажу он будет легкий, в меру пластичный не сильно утяжеленный вниз его не будет тянуть у меня на него есть три клубка здесь я вот столько связала, еще есть из чего вязать, ну, дай бог мне хватит трех клубков, если не хватит то надо все-таки будет докупить, потому что короткий шарф, это не шарф это будет не симпатично раз уж я взялась за такое изделие, то надо его сделать хорошим вот такой процесс сразу покажу, что мне осталось от серой шапки это, ну, вот, два моточка, надо мне их смотать в один такие не знаю, сколько здесь грамм, ну, совсем мало а вот моя шапка ну, как шапка образец пока я тут намудрила не знаю, так оставить или нет такой у меня образец два слоя это кромка лицо изнанка изнанка у меня в одну нить, лицо в две нити не уверена я в таком в такой каме у шапочки у своей, ну, так бы я хотела или нет может быть я вместо резинки сделаю лицевую гладь вот тогда она будет такого классического вида скорее всего я на лицевой глади остановлюсь потому что, видите, как я еще постираю образец, потом подумаю приму решение окончательно потому что резинка относительно лицевой глади, да, получается очень грубая а такой вид у шапки я не хотела бы хотя может быть и хорошо, что будет утолщение на краю шапки потому что такая вроде зимняя но я еще подумаю, не знаю вот такой образец тоже вязала из одного клубка с внешней ниточки и изнутренней ниточки и изнаночная сторона я их тут соединила при вязании, поэтому никуда не вывернется внутренняя шапка относительно внешней ну вот как вам резинка по отношению к лицевой глади не слишком объемная? я думаю, что может быть и так, и так просто это зависит от собственного вкуса и от предпочтений я так считаю ну посмотрим ну такие у меня процессы сегодня у нас какой день, неделя вторник получается я это все вяжу где-то с четверга ну так не торопясь в легком таком режиме получается у меня, значит, шарфик процесс моей шапки одна готовая шапочка ну и он красивая гамма подобралась мне очень нравится, что получается ну и вот выходит что-то такой шарф и с такой шапочкой я довольна пуховик у меня цвета хаки замечательно спасибо, что посмотрели мое видео вот такой у меня процесс на этой неделе буду показывать, что мне будет происходить дальше постараюсь все-таки сделать ну не постараюсь, я буду делать мастер-класс если он будет ну каким-то уникальным по отношению к моим другим мастер-классам вот отличаться, чтобы он отличался от других шапок которые я предлагаю вам связать и я тоже сниму на эту шапку мастер-класс надо все расчеты выполнить и будем вязать подписывайтесь на мой новый ютуб канал приглашаю вас туда в том числе мы там будем готовить смотреть вязать стричься гулять все-все-все спасибо до следующих встреч пока-пока пока-пока